Нижнекамские новости Жить на пороховой бочке в нашу телекомпанию воротили жители юности 12. По их словам, в доме постоянно горят электрические щитки, повсюду торчат провода. Немалое беспокойство у хозяев квартиры вызывает и открытый люк на чердак, о котором уже узнала местная молодежь. Как проблему собирается решать коммунальщики, мы расскажем в итоговом выпуске новостей 18.30. Победить должен сильнейший в Нижнекамске стартовал республиканский фестиваль военно-спортивной игры «Зарница». В наш город приехали представители восьми сильнейших команд Итарстана. В этом году финал обошелся без Нижнекамцев. Соревнования продлятся два дня и будут как теоретические, так и практические дисциплины. Несколько часов назад в Доме народного творчества завершился фестиваль художественных коллективов детских садов. На протяжении нескольких часов дети пеют, танцевали и показывали красочные номера. Организаторы не были готовы к такому аншлагу. Поэтому некоторые зрители стояно наблюдали за происходящим на сцене. Фестиваль этот проходил в Нижнекамске в 19-й раз. Лучшие коллективы были награждены подарками и дипломами. Покорил Америку тренер детской, юношеской спортивной школы Игорь Ильин принял участие в открытом чемпионате США по борьбе. Как и в прошлом году, Ильин выступил в категории ветеранов сразу по двум видам борьбы – по вольной и греко-римской. Год назад Нижнекамец стал победителем соревнований по вольной борьбе, а также завоевал серебряную медаль в греко-римском стиле. В этом году все случилось наоборот. Нижнекамцу не было равных в греко-римской борьбе. А вот в вольном стиле наш тренер стал вторым. Сегодня вечером в Нижнекамске до плюс 13, завтра до плюс 21, возможен дождь. Нижнекамские медики отмечают День медицинской сестры. Наш город стал победителем в республиканском конкурсе на лучшее оформление к 9 мая. Об этом не только уже в следующих выпусках новостей. Звоните нам по телефону 077 или пишите на сайт ntrtv.ru. Увидимся в начале 6-го. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!